Разум — это психическое надстройство у человека. Разум находится выше нашей жизни. Разум означает наша вера, наши взгляды на жизнь, наше понимание жизни, наше отношение к жизни. Это разум. Разум стоит выше жизни. Есть жизнь, а есть то, что с ней связано. Есть идеи человека, взгляды, вера, понимание. Это разум. И разум что делает? Тянет жизнь куда-то. Ум и жизнь — это одно и то же. Я живу в уме. И я смотрю на жизнь глазами своего ума. А что такое разум? Разум — это то, что нас тянет, нашу жизнь тянет куда-то. И это наши взгляды, наша вера, наше понимание вещей. Что такое хорошо и что такое плохо. Это деятельность разума. Разум соткан из знания. Если ум соткан из жизненной энергии, то есть мы говорим, у меня хорошее настроение, это деятельность тюрьмы. У меня плохое настроение, у меня хороший характер, у меня плохой характер — это умение. А вот моя вера — это разум. Как я верю, во что я верю, куда я. Некоторые люди говорят, да я ни во что не верю, а так невозможно жить. Если ты ни во что не веришь, это и есть твоя вера. Вера — верь ни во что. Понимаете? То есть человек без веры жить не может. И вера движет человеком. Так вот здесь, смотрите, есть разные виды веры. И веры объясняют это. Первый вид веры — вера в Бога и в душу. Это самый высокий вид веры, формирующий правильно сознание человека. Потому что эта вера никогда не угасает, она все время развивается. Духовная платформа человека никогда не гаснет, она всегда развивается, потому что нет препятствий для этого развития. Допустим, второй вид веры. Вера в следующий уровень, ниже. Да? Вера в людей или в семью, или в себя. Вера в себя к чему приводит? К поражению всегда. Как молодым мы были, как искренне не любили, как делили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарались за себя не терять. Верил в себя, значит всех потеряешь. Человек, который верит в себя, все теряет, потому что он самоуверенный очень. Он разрушает отношения. Вера в семью. Человек верит в семью, означает, что очень много силы внутренней идет близкого человека. Слепая безумная любовь. Чем больше мы близкого человека вот так слепо любим, тем больше он любит себя. тем меньше он понимает адекватно, что происходит. Обычно в таких семьях, что человек говорит, ты вот видишь, какой я у тебя. Тебе такой человек достался. Должна гордиться этим. Если такой мужчина заводит еще любовницу, он говорит, просто понимаешь, я у тебя такой крутой, что мне одной мало. Надо две. То есть самая женщина говорит. Она говорит, посмотри на меня, дурак. Ты вообще даже не стоишь капельки моего присутствия. И тоже заканчивается все это печально. Почему так происходит? Потому что вера, это неукротимая сила, которая должна развиваться. Человек не может просто верить на одном месте. Он должен верить все больше, 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 больше. Это никогда не кончается. Вера не может остановиться. Допустим, если ты веришь в мужа, то тебе надо больше и больше верить. А его поступки разрушают это. Потому что мы не идеальны. Человек не может, муж не может быть идеалом. Поэтому некоторые женщины вообще даже замуж не выходят, потому что они говорят, я верю в мужчину своей жизни. То есть она поверила в мужчину. Результат какой? Никогда не находит, потому что таких не бывает. Она смотрит, не тот, не тот, не тот. Недостаточно разок, чтобы не замуж. И все, она остается одна. Поверила в мужчину. Поверила, поверила. И больше ничего. Один раз в год сады цветут. И сто любих один раз ждут. Всего один лишь столько раз цветут сады в душе у нас. Это вера в мужа, в мужчину. Один раз все это бывает. Потом разломанная жизнь просто, и все. Разломанная жизнь. Видите, вера или поддерживает нашу жизнь, или ломает напрочь. Не в то поверили, жизнь не разрушена. Вера в детей. Часто мужчина в женщину верит, женщина часто верит в детей. И ребенка родила, поверила в ребенка. Результат ребенок становится эгоистом, рушит жизнь. Потом, когда ребенок освобождается от родственных, таких глубоких отношений с родителями после полового созревания, мать страшно переживает. Она видит, что ребенок уже не интересуется ей, не интересуется семьей, его куда-то несет. И она просто в шоке от этого. Почему? Потому что она думает, что он всегда с ней такие же отношения, как в детстве будет поддерживать. Нет. Женщина взрослеет, у нее меняются интересы. И женщина сильно страдает от того, что она верила в своего ребенка, а он что-то как-то куда-то понесло его. И она переживает страшно от этого. Почему? Потому что она не в то верила. Теперь, во что верится? Верится в то, во что верится. Понимаете? Человек верит в то, что больше счастья ему приносит. Почему? Потому что разум так интересно устроен. Разум стремится к счастью. А ум требует счастья. Ум без счастья жить не может вообще, ни секунды. Ни секунды. Счастье меньше стало, ум начинает капризничать сразу. В жизни меньше счастья стало, ум начинает плакать, требовать счастья. Разум поэтому метается за счастьем. Допустим, ум говорит, входит, идет по улице, что-то как-то не то. Хочу мороженое. Все. Весь разум полностью, все события жизни закончили. Хочу мороженое. Все на мороженом сосредоточено. Видите, ум может управлять разумом. Это называется неразумное существование. Поэтому моя мама говорит, мороженое будет потом. Сейчас идем в школу. То есть заставляет следовать разуму. То есть мы шли в школу без мороженого, да? Надо, значит, идти в школу дальше. Мороженое будет потом. Можно купить, но не есть сейчас. Потом будет мороженое. Сейчас в школу. Да? То есть разум означает цель. Человек идет по цели, ему не надо отвлекаться. Если он отвлекается, значит неразумная жизнь. Мы как бы одно хотели, сделали другое, да? Строили дом, построили церковь, да? Вот. Что строим, то и достраиваем. То есть на цель поставили, движемся по ней. Человек не должен метаться, иначе это неразумное существование называется. Что значит разумная жизнь? Это значит, что человек следует правилам в жизни. Женились, значит верность сохраняем. Если человек женился, дал клятву там, все, ну как бы будем вместе, все. Через два дня опа другая появилась. Она говорит, ты что того? Мы с тобой уже расписались. Понимаете? Он говорит, ну так получилось. Я шел, вот понимаешь, сейчас тебе объясню, я шел по улице, увидел девушку, она меня потянула, потом мы оказались в постели. Ничего не мог с собой сделать. Вот когда человек так описывает ситуацию в своей жизни, значит он неразумный. Почему? Потому что его внутренней силы не хватает, чтобы следовать правилам. Откуда следование правилам идет из веры? Если человек верит в Бога, у него значит будет возможность следовать правилам жизни. Но вера Бога означает 10 заповедей, да? Ну то есть во всех верах так одинаково. Не убивать, не обманывать, любить ближнего. То есть вера означает принципы какие-то жизни. Если человек не соблюдает эти принципы, значит у него разум недостаточно сильный. Он неразумный человек. Дальше. Вера в семью есть также. Она есть, ее никуда не денешь, это хорошо, но она ниже веры Бога стоит. Вера в семью означает мы не разводимся, живем вместе. Трудности терпим. Некоторые думают у нас трудности надо разводиться. Нет, надо терпеть. Почему? Потому что если вы разводитесь трудности, значит нет веры в семью. Если нет веры в семью, нет семьи. Человеку нет веры в семью, не будет никогда семьи. То он думает, а у меня с другим лучше будет. Да не будет другим лучше. Почему? Потому что есть закономерности, которые надо знать. Об этом мы будем вечером говорить. Ну вкратце могу сказать одно, что человек больше всего своей судьбы тяжелый отрабатывает в вечной жизни. Это закономерность. Создалась вечная жизнь, значит будут трудности. Родились дети, еще больше трудностей будет. Новый виток жизни. Первый виток жизни я просто сам родился, живу. Второй виток жизни родилась семья, то есть более тяжелый виток жизни. Дети родились, еще более тяжелый виток жизни. Это изменить невозможно. Так устроен этот мир. Некоторые думают дети родятся, будет легче, ничего подобного. Будет тяжелее. Но ведь счастья больше, когда дети рождаются. Да. Но есть такое правило в этой жизни. Чем больше счастья, тем больше страданий. Допустим, я живу, у меня нет семьи. Ну и нет борзовой ответственности. Я просто живу там, нет семьи, нет ответственности. Но нет счастья и нет страданий. Потому что когда у тебя создается семья, ты страдаешь уже не только за себя, а также свою жену. Жена заболела, тебе страдать придется. А когда дети появились, ты за ней будешь еще страдать. Ты за ней счастлив и за ней также будешь страдать. Поэтому страданий больше у человека. Представьте, сразу все заболели. Жена, дети и тёща, и тёща, все заболели сразу и все тебя мучают. А так один просто заболел. Полежал там, отлежался, пошел. Когда человек сам болит, не сильно он страдает. Ну там, ну посидел на горшке там. Ну как, все нормально как-то. Но когда жена болеет, а что будет дальше с нашей семьей, с ней плохо, страшно становится. что со мной будет человек лежит, тебя хорошо волнует. Ну как бы нормально. Вот. Но когда кто-то близкий болеет, больше страдает. Дети болеет вообще страшно. Так? Формула такая. Один живу меньше проблем, вдвоем живем больше проблем, дети появились еще больше проблем. Кто-то из вас возражает по этой форме? Понятная формула, да? Непонятно почему мы удивляемся тогда? Так? И больше счастья, если правило живем. Неправильно живем, больше проблем. Все зависит от того, выполняем правило или нет. Допустим, правило не изменять, не выполняем правило и думаем, что будет больше счастья, бред. Допустим, не изменять. Некоторые думают, ну иногда можно. Значит, будет страдание. больше несчастья. В семейной жизни больше правил. Когда один живешь там, как поручик Анжевский говорит, извините за такой анекдот, вы были в молодости членом суда? Он говорит, да, был членом туда, членом суда. Вот, вот. То есть в молодости как бы, ну, можно, да, живешь как хочешь, да? в семье уже нельзя. Больше правил. Смотрите, когда ты живешь один, меньше правил в жизни, когда ты живешь в семье, больше правил в жизни. Дети появились, еще больше правил. Раньше при жене мог пройтись как угодно, при детях уже не пройдешься. Надо ходить как положено при детях, а не как угодно. Понимаете? То есть дети появились, больше правил. Жена появилась больше, чем без жены. Понимаете, да, им идея? Жизнь становится более напряженной и более ответственной. И у человека должен быть очень сильный разум, уже развит до создания семьи, чтобы ее удержать. Итак, что такое разум? Это структура, которая создает счастье в жизни. Как работает разум? Разум нужно формировать с помощью знания. Знания жизни. Некоторые думают знание это что? Это вычитать и умножать? Это не знание. Молошей не обижать это же знание. Да, учат в школе и учат в школе. То есть нас чему в школе учат? Вычитать и умножать географию и узнать. 90% информации, которую мы получаем, не имеет никакого отношения к знанию, которое формирует разум. Вот все, что в школе мы учим, математику, физику, химию, компьютеры, с разумом никак не связано вообще. Это деятельность умата. Это никак не улучшает жизнь. Есть такое качество жизни. Очень важное понятие. В него входит много-много аспектов. Качество жизни, например, здоровая жизнь, не здоровая, есть вредные привычки, нет. Качество жизни изменяется. Всей жизни. Вот допустим, человек пьет одно качество жизни и пьет совсем другое качество жизни. Качество жизни сильно работает, допустим, человек, мужчина, одно качество жизни и работает совсем другое качество жизни. Совсем другая жизнь. Качество жизни ниже Женщина работает, допустим, одно качество жизни Если она больше семье уделяет времени Другое качество жизни Совсем другая жизнь у женщины, если она больше времени не работе, а семье уделяет Совсем другая жизнь И она думает, ну это же опасно, а вдруг меня все бросат Я останусь без работы Посмотрите, если у большого озера отнимут чуть-чуть воды Что, меньше останется воды? Когда женщина больше семье уделяет, у нее больше красоты, больше влияния У нее дети растут счастливыми Когда женщина осталась одна, очень красивая, с хорошими детьми Какой-то нормальный мужик, который не может создать себе семью Он думает, о, классно, уже все есть Ничего не надо делать Есть такие мужчины, которые так размышляют Поднимите руку, кто с этим столкнулся Есть такие? Кто-то столкнулся, стесняемся, стесняемся Мужской силы нет в городе большой, и женской силы большой нет тоже Все у нас сейчас... Мужчин нет, женщин нет, и что-то среднее Я вам сейчас учусь другому, понимаете? Объясняю, почему мужчин нет вокруг? Потому что нет, женщины Женщина появляется, все мужчины, какие есть в округе, собираются вокруг нее Как, допустим, если есть цветок, вокруг ничего нет Один цветок расцвел, один цветок появился, сразу пчелы рядом Откуда пчелы взялись, непонятно Цветка не было, не было пчел Появился цветок пчелы, сразу несколько пчел на один цветок У нас детей много Детей много, больших детей, да? Это везде так Как? Как вызовы делать? Это на следующих лекциях Если все я расскажу, вы вечером на лекциях не видели Послушайте в записи, будете меня вспоминать, слушать записи Почему у вас только утром сейчас объясню Потому что была такая ситуация, что залы в городе распределяются таким образом 400 мест залов Дальше идет на 1500 Понимаете? То есть нет, на 600, на 800 залов нет возможности снять Поэтому вы и не попали на вечерние лекции Но если бы не сделали утром лекции, вы вообще никуда бы не попали Поэтому вы радуетесь тому, что будет утром попали Конечно, все записывается, смотрите Видите, стоит штучка Все записывается Не волнуйтесь, все будет нормально Итак Движемся дальше Все будем изучать постепенно, утром, вечером Все будем изучать Движемся дальше Я говорю основные вещи, без которых невозможна жизнь Мы говорим сегодня о фундаменте Смотрите, разум — это та сила, которая дает человеку возможность куда-то идти, развиваться Первая платформа, главная — это духовная жизнь Нет духовной жизни, нет изменения характера Характер не меняется просто тем, что человек себе сказал Хочу быть честным, не работает Надо изменить веру Когда человек верит в то, что честный человек, значит счастливый человек Он становится честным само собой постепенно Но об этом уже не думает То есть вера — это фундамент жизни Некоторые люди вообще не думают о вере Они просто живут и все Но чем они живут? Они живут верой Как это определить? Вот, допустим, смотрите Есть вера в Бога, есть вера в человека Это еще куда не шло А есть вера во что? В успешную жизнь Это еще ниже То есть такие люди, которые верят в успешную жизнь Они к чему стремятся? В квартире, зарплате, машине Куда? Они стремятся к квартире, зарплате, машине Все, это их жизнь Они как бы все полностью поплачены Нет работы, нет жизни Нет зарплаты, нет квартиры, нет жизни Все И они как роботы постоянно на этом настроены В результате нет отношений Во что человек верит, такова жизнь Смотрите, если человек верит в высшее У него что-то высшее У него жизнь состоит из принципов Смотрите, как вера влияет на жизнь Если человек верит в Бога, у него есть совесть Когда человек верит в человека, совести уже меньше Я сейчас объясню почему Когда человек верит в Бога, есть совесть Она формируется чем? Обществом, окружением, которое человек имеет Если человек верит в Бога, какое у него окружение? Религиозное, так? Это значит, что у него есть наставник, есть окружение Такой человек, который имеет религиозное окружение Он говорит, я хочу бросить жену Все окружение религиозное Говорит, ты что, с ума сошел? Мы тебя выгоним из нашего общества Ты не будешь у нас жить У нас нельзя разводиться Он такой, а вот, начинает думать Пытаться исправить отношения Работать над собой Пошла работа, да? Видите, что та обществ, обществе любви, которую человек окружает Она формирует его жизнь Почему? Потому что у нее такая вера Я верю в Бога, у меня такие люди окружают Я не могу жить по-другому Все, это будет стыдно Вот, допустим, когда человек жил и верил в светлое будущее В социалистическом государстве Ему нельзя было выпивать Почему? Потому что работы выгонят Ты как бы, ну, не веришь, значит, в коммунистов Ты как бы несознательный элемент Ты несознательный элемент общества Это значит, что ты не будешь развиваться на работе Никто тебя мастером цеха не поставит Ты просто зря живешь свою жизнь У тебя не будет ни развития, ни положения, ни зарплаты Ничего, если ты выпиваешь Все Человек боялся выпивать Почему? Потому что он боялся потерять отношения в обществе Сейчас общество верит в светлое будущее Нет У нас нет веры в светлое будущее Значит, нет совести Совесть формируется всегда на вере И поэтому человек хочет, бьет Хочет, он бьет Хочет, бросает Хочет, не бросает На работе это не отражается Видите, то есть в социуме, в нашем обществе Сейчас нет веры Значит, нет принципов Как хочу, так живу На вере основываются принципы человека Но без веры жить невозможно Каждый человек имеет веру Смотрите, если человек верит в семью То это значит, что он верит в свое личное счастье Теперь смотрите, у человека в семейной жизни иногда есть личное счастье Иногда нет Может близкий человек заболеть неизлечимым заболеванием тяжелым Если человек верил в личное счастье, он смотрит, он живет с этим человеком У него нет личного счастья, потому что больной человек не может никого сделать счастливым Из-за него надо ухаживать, он моет, стоит ему плохо Он болеет Личного счастья нет Вся жизнь разрушена, потому что вся жизнь человека основывается только на вере Она не может основываться на чем-то другом Понимаете, вера это как пирамида, к которой мы стремимся Разум дает уму счастье Вот допустим, смотри, человек верит в квартиру У нас много элементов жизни, у нас есть отношения, у нас есть работа Но вера в квартиру, мы должны построить дом себе У нас такая вера, мы вокруг этого живем Хорошо, дом не строится по каким-то причинам Что происходит дальше? Личных отношений нет На работе счастья нет Потому что мы потеряли смысл жизни У нас нет жизни, потому что мы вот хотим квартиру построить Она не строится, все, жизнь разрушена Ведь еще хуже Потому что когда люди верят в отношения, они хоть как-то могут с ними сражаться Это от нас больше зависит Но если мы верим в квартиру, от нас это вообще не зависит Потому что она по своим законам там строится Понимаете, может просто строить или там какое-то заболевание не строится Может не разрешают учить участок купить То есть от начальника зависит там этого участка Каждый суслик у себя на поле агроном То есть что хочу, то и делают Вот Ну то есть есть много факторов, которые не дают мне возможности Вот эту вот какую-то внешнюю объект получить, свои веры Вера в Бога нет проблем вообще То есть никто не может повлиять на эту веру Хоть что произойдет, вера в Бога не меняется, так? Вера в близкого человека уже подвержена переменам А могут быть проблемы А вера в квартиру еще хуже Понимаете, а вера это то, на чем основывается вся жизнь человека Если мы поверили во что-то, значит мы этим живем Нет веры, вера разрушена, жизнь разрушена Что такое стресс? Я изучаю эту тему серьезно много лет Что такое стресс? Стресс это когда у человека теряется жизненная нить Как долго длится стресс? Несколько лет Несколько лет человек не может поменять свою жизненную нить Он постоянно хочет вернуться назад Стресс у кого возникает? Кто теряет возможность жить так, как он жил раньше? Результат печальный Психика рушится у человека Рушится не ум Потому что сойти с ума означает совсем печальной историей Что значит сойти с ума? Это значит тонкое строение человека рушится, понимаете? У него каналы начинают страдать Сойти с разума что значит? Сойти с разума означает стресс Когда человек в разуме цели находится Когда человек теряет себя в разуме, у него теряется цель жизни, теряется восприятие мира, у него депрессия наступает, у него краски жизни теряются, он смотрит на жизнь, тускло, качество жизни падает от стресса. Таким образом, смотрите, цель жизни – это самая важная составляющая жизни человека. От цели жизни зависит, что дальше будет в моей судьбе. Если человек верит в семью, значит жизнь может быть разрушена. Если верить в машину, квартиру, работу, зарплату, еще хуже. А именно эту веру сейчас мотивирует все общество. Посмотрите, если взять любой фильм, что там в этом фильме? Вот редко встретишь, когда люди сражаются за свою личную жизнь в фильме, они хотят семью создать. В основном сражаются за свою работу, за свою машину, и вокруг этого все построено. Или вера в себя. Часто фильмы показывают веру в себя. Человек с племблышком шел, его кто-то обидел, он всех перестрелял, и как бы показал, что я крутой. И много-много фильмов вокруг веры в себя, да? Вера в себя означает, в моей жизни кто-то мешает. И люди эти обороняются постоянно. Вера в себя, смотрите фильмы, как устроено. Два человека, допустим, там человек живет, он такой шел, нормально все было. И началось такие, все на него охотятся. Все его убить пытаются, он такой ужевает, такой, и все. Он раз, выжил. Цель жизни осуществилась, выжил. Никто его не убил, да? Теперь вера в квартиру, да? Человек сражается тоже там, сражается за свою работу, там машину, там и все. Победил, квартира появилась. Вера в семью, да? И сейчас на любовь обычно там человек сражается за свою личную жизнь, побеждает. Но мало фильмов, о вере в Бога. Почему-то уж тем не изучено. Мы вообще не понимаем, что это такое. Мне кажется, что это глупость. Видите, вера, деятельность в расуме – это основа жизни. Основа жизни. С диражом работает неправильно, жизнь идет не в том русле. И она потом приводит человека к разбитому корню. Есть целый семинар, называется «Преодоление стресса». Слушайте, это серьезная тема, я не могу вам это рассказать за секунду. Но даже просто эти лекции вам освежат психику. Я выхожу из стресса каждый день. Потому что я занимаюсь серьезно самосовершенствием. Вы сейчас слушаете лекцию, вам легче стало, нет? Легче стало. Почему? Потому что я так настроен. Веды говорят, что контакт с человеком – это основа жизни. То есть контакт с человеком меняет жизнь. Поэтому я говорю о семейной жизни, но мы пытаемся все вопросы решать сразу. Через отношения. Через отношения. Контакт создает отношения. Отношения меняют жизнь. Звук – это все делает звук. С помощью звука это все передается. Итак, мы с вами сделали несколько, так, сколько у нас времени? Сколько сейчас времени? Одиннадцать часов, да? Да. В пятнадцать и в пятнадцать. Значит, у нас осталось еще 45 минут. Где-то 20 минут у нас будет настрой. Я вам объясню, что это такое. Мы будем желать всем счастья. Концеренция – это очень хорошая практика. Мы будем заниматься деятельностью разума. А сейчас я вам объясню, как формируется разум и его деятельность. Это очень важно. Вот смотрите. Ум как действует? Он действует в сфере отношений, и он хочет перемен постоянно. То есть, допустим, для ума, для деятельности ума нужно новый фильм, новая книга, новые отношения, новая дружба, новое место отдыха, что-то новое в работе. То есть, для ума нужны перемены, для того, чтобы он развивался. Ум развивается в переменах. Разум развивается в стабильности. Вот, допустим, в одно и то же время встает в постели. Что развивается? Ум разум? Разум. А ум что хочет? Ну, да, сегодня похоже, завтра пораньше, как-то так вот двигаться. То есть, он не хочет стоять. Дальше, вечером. В одно и то же время ложусь спать. Что развивается? Разум. Не хочется вовремя. Что делает ум? То есть, смотрите, когда ум действует, он хочет перемен. Ум не хочет жить в семье. Допустим, как, многоделевший, хороший. Понимаете? То есть, жена одна и та же, а молодых девушек становится все больше и больше. Потому что человек взрослеет, больше молодых девушек становится. А жена, она уже не такая молодая. А уму что хочется, помоложе, покрасивее всегда. Уму хочется. А разум что говорит? Дурак, живи со своей женой. Это ты хоть ты уже знаешь. К ней привык, а там непонятно что. Кот в мешке. Разум так говорит. А ум говорит. Ах, все будет нормально. Эх, яблочко дам на тарелочке. Подоела мне жена, как девочке. Это ум действует. А разум как действует? Верю в тебя, дорогую подругу мою. Это вера от смерти меня. Темная, темной ночью спасали. Ну, то есть разум, он соткан из веры. Ум соткан из чего? Из нестабильности. Из желания, счастья. Разум хочет стабильности. В этом счастье ум хочет перемен. Понятно, да, система? Человек, который живет умом, неразумный. Разрушает свою жизнь. Человек, который живет по разуму, он создает счастливую судьбу. В этом разница. Итак, разум укрепляется с помощью стабильной, постоянной, одинаковой практики. Поэтому режим дня укрепляет разум. Если человек живет по режиму, по системе, по какой-то, он укрепляет разум. Нет системы, нет разума. Есть система, есть разум. Жизнь хаотичная у человека, нет разума. Друзья меняются постоянно, все меняется в жизни, нет разума. Все стабильно, есть разум. Есть разум, есть счастье. Нет разума, нет счастья. Счастье зависит от силы разума у человека. Разум держится на принципах, на правилах жизни. В жизни должны быть правила. Правила основаны всегда на вере. Допустим, почему я не обманываю, потому что я знаю, что так будет лучше жить. Почему я обманываю, по этой же причине. Потому что я знаю, что так будет лучше жить. И поэтому существуют разные, разные пословицы, которые указывают на то, какие у тебя принципы жизни. И веды объясняют, существует три больших слоя жизни. Жизнь, основанная на вере в Бога, называется благостная жизнь. То есть люди имеют такие, которые верят в Бога, имеют благостные правила. То есть не обманывай, не убивай, живи честно, живи в семье, поступи ближнего и так далее. То есть есть правила жизни, благостные, означают какие-то правила. Да? Дальше есть жизнь, когда человек верит в семью или в человека. Тогда он живет в страсти. Благость, страсть, да? Есть невежество. Благостная жизнь, вера в Бога. Страстная жизнь, вера в человека. Кого я верю? В начальника? Начальник мне сделает жизнь. Или в кого я верю? В жену? Жена мне сделает. В кого я верю? В детей? Дети мне сделают в мою жизнь. Вера в человека. Страстная жизнь. Почему страстная? Потому что все меняется постоянно. Потому что человек не может быть полностью стабильным. Жена у меня сегодня одна, судьба, судьба меняется у человека. Человек не может контролировать свою судьбу. Может быть, допустим, если мы спросим, «Ты будешь всю жизнь здоровой?» И она, жена, говорит «Да». Это означает, что она не понимает, как строится жизнь. Человек сегодня здоров, завтра болен. Почему? Потому что так действует судьба. Сегодня жизнь такая, раз, пришло время, и все поменялось. Это происходит в секунду. Неожиданно судьба меняется. На пустом месте все происходит. Неожиданно может разрушиться судьба. Или стать тяжелее. Что сохраняет судьбу? Разум. Если разум сильный, человек не разрушается. Допустим, жена загуляла, он спокоен, держит семью, пытается все восстановить, понимает, что неплохой период. Скоро пройдет все, и все будет нормально. И потом раз, она раскаивается. Все, он сохранил семью. Почему? Потому что был стабилен. Жена загуляла, а я загулял. Разум есть? Нет. Нет стабильного разума, нет семьи, значит. Семья сохраняет силы разума. А не просто интересам. Люди говорят, у нас одинаковые интересы, поэтому вместе живем. Интересы могут меняться от судьбы. Сегодня у человека неинтересны, а у него меняются, интересы меняются. Интересы эта деятельность ума всегда меняются от судьбы. Ум не может быть стабильным. Человек, допустим, заболел, у него другие интересы, он лечится. Ему захотелось другой работы, поменялись интересы. Он изучает эту деятельность, он начинает учиться этому. У него поменяются интересы. Но, когда разум сильный, у человека остается что-то выше, чем просто интересы жизни. У него есть принципы жизни. Вот принципы жизни основываются всегда на вере. Потому что они могут рушиться, эти принципы жизни. А вера заставляет их сохраниться. Потому что вера всегда связана с наставником и с окружением, которые тоже верят в то же самое. Понимаете? Если ты говоришь, я говорю, я верю во что-то, но у тебя нет ни наставника, ни окружения. Значит, у тебя нет веры. Эта вера может поменяться в секунду. Потому что она от тебя, от самого зависит. Вера это означает общество, в котором ты живешь. Понимаете? Вера зависит от окружения. Нет окружения, которое цементирует твою жизнь. Нет веры. Вера сама по себе, без всякого окружения, не стабильна, не сильна и не формирует в жизни человека. Вера, которая связана с окружением, всегда формирует в жизни. Ищите свою веру. И скажете, Олег Инащич, вы к чему клоните? Ни к чему не клоните. Мой принцип такой. Каждый человек должен найти свою веру. Какая она будет, такая, какая ему на секунду. Это уже другой вопрос. Это вопрос других семинаров. Но в целом просто надо понять. Нет веры, нет семьи. Вы скажете, у меня есть семья, и все хорошо, нет веры. Посмотрим. Поменяется им телесо близкого человека, у него появится во что-то своя вера, у вас пойдет расхождение, и семья развалится. Разум цементирует жизнь. Смотрите, у вас одинаковая вера в семье. Это значит, что вам разрушить семью очень сложно. Есть наставники, которые будут ее цементировать. Есть силы, которые будут держать вас вместе. Допустим, вы верите в человека. Значит, тогда семья основана на государственных законах. Когда вера в Бога, то семья на чем основана? На наставниках, на религиозных правилах. Теперь вера в человека означает роспись государственная. Что создает роспись? Родственников. Родственники держат семью. Они говорят, дурак, ты зачем расходишься, хорошая девушка? Она меня там учила. Ничего страшного, терпи. Родственники говорят, семья держится за счет родственных отношений, потому что мы не верим в Бога, но мы верим, верим хотя бы в людей. Означает, расписываемся и живем по человеческим законам. Человеческие законы говорят, живи в семье, не бегай на сторону. Мы верим в эти законы, принципы нравственности. Это уже страсть, это не плакость. Потому что иногда мать говорит, теща иногда говорит, живи с мужем, а иногда говорит нет. То есть там уже нет стабильности. Мы верим в родственников, но родственники не всегда могут нам дать гарантию, что они будут правильно себя вести. У них тоже есть судьба. У тещи переплинило в мозгах, она дочку тянет на себя уже из семьи. Понимаете? То есть это нет стабильности в этом. Нельзя в это верить. То есть страсть что такое? Это когда люди верят в человеческие отношения, в человеческое общество, и они в нем как бы на него рассчитывают, надеются, и так живут. Допустим, вера в страсти, вера в пенсию. Пенсия меняется в зависимости от того, кто правит страной. И все это меняется. У меня, допустим, должна быть такая пенсия, но деньги пообесценились. Пенсии нет, в результате остался нищим. Но если человек религиозный, его все равно прокормят. Его содержит вера. Люди религиозные будут заботиться о нем. Потому что такой принцип религиозной жизни. Надо заботиться о нищих, пожилых и больных людях. Это так. Их будет вера. Понимаете? Некоторые люди верят в государство. Государство меня защитит. Они верят, допустим, в то, что они взяли кредит у государства. И государство точно защитит. Приходит время и инфляция, допустим. В чью сторону будут работать законы? В сторону того, кто выплачивает кредит? Или в сторону банка, который собирает кредит? А? Ой, какой вы наивный. Все законы. Вот вы подписываете, да, кредит вот этот? Подписываете. Вы подойдите к юристу и спросите его. На чьей стороне законы? На сторону того, кто выплачивает? Или того, кто берет? Он вам скажет, вот эта бумага была составлена этим банком для того, чтобы вас обманули. То есть сейчас в платнике все нормально. Как только неустойчивость появляется, у вас силы тают, у банка увеличиваются. Приходит время тогда в этом случае, что банк все силы имеет, у вас ничего. И у вас вы хотели больше квартиры, но у вас есть своя квартира. Банк у вас может ее забрать. Вы об этом еще не знаете. Но когда нарушится ситуация в обществе, и у вас будет мало денег выплачивать в кредит, тогда вы об этом узнаете, что ваша квартира может также быть у банка. Не вы у банка возьмете квартиру, а он у вас возьмет. То есть вера в общество означает лобость. Человек не должен верить в общество, он должен просто в нем жить и смотреть, что происходит дальше. Не надо верить в государство и думать, что пенсия меня спасет. Пенсия может меняться в зависимости от того, что происходит в стране. Человек должен верить в Бога. Вера в государство, вера в человека, вера в семью – это вера в страсть. Теперь вера в невежество, вера в себя и вера в предметы. Когда человек верит в себя, он не вешает в Бога. Он говорит, да мне все по барабану. А когда человек верит в семью, у него не все по барабану. У него семья, а это жизнь, все остальные за бортом. Вот смотрите, как человек, который в страсти живет. Он сильно верит в свою семью и в свою жизнь. Все остальные его не волнуют. Допустим, кому-то плохо на улице, ну ничего страшного, пускай он учится. У него свои родственники есть, ему помогут. Верит в семью. Да, человек верит в Бога всем, помогает. Так? В том числе своей семье. Человек верит в семью, только своим помогает. Но бывает так, что у человека заклинило в голове, он верит в семью. У него заклинило, и он ушел к другой девушке, и он говорит, у меня теперь там семья, а не с тобой. И я в это верю уже. И жизнь другого человека разрушена, потому что он верил в близкого человека. И он уступил стресс. Просто человек верит, тем живет. Нет веры. Разрушена вера, человек не может жить уже. Все, он в стрессе живет. Несколько лет. Когда человек в Бога верит, семья разрушена, он в стресс попал? Нет. Почему? Потому что он знает, что семья не может быть стабильной. А? У вас какая вера? Во что вы верите? Чуть-чуть туда. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Спасибо за вопрос. Вы ошибаетесь. Человек верит чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Это факт. Но у него есть та вера, которая уже не чуть-чуть. И вы должны в этом разобраться. Смотрите, если вы верите в себя, у вас не будет семьи. Потому что когда человек верит в себя, он не может семью создать. Если вы верите в предметы, у вас не будет семьи. А предметы разрушат семью. Посмотрите, человек верит в машину, но машину разрабатывает. Семья лучше от этого или хуже? Хуже. Семья страдает. Человек верит в дом, на дом зарабатывает. Семья лучше или нет? Хуже. Семья страдает. Человек верит в работу свою. Семья лучше. Он говорит, извини, у меня на работе сверху ручка, иначе меня выгонят. Я буду работать дальше. Семья лучше? Нет. Если человек по что-то... А во что вы верите? А? Наверное, Бога. Если в Бога верить, было бы не наверное. Может быть, может быть. Но вы должны понять, что вера – это цементирующий принцип жизни. Может быть, вы сами цементирующие принципы являлись. Может быть, вы доверяете только себе. Это значит, что у вас не будет ни семьи, ни работы стабильной. Ничего не будет. Если вы верите в машину, допустим, во что человек верит? Сейчас я объясню, как это определить. Человек остался один, ему нечего делать. Он лег. Допустим, возникла секс, картинка секса. Значит, вера в человек. Возникла картинка иконы, вера в Бога. Возникла картинка машины. Возникла картинка. Когда человек остается сам по себе, он начинает о чем-то думать. Если у него мысли в одну сторону идут, значит, у него такая вера. Вера – это то, что у нас само по себе живет внутри, когда мы ничего не делаем. Если человек думает о Боге, значит, у него вера в Бога думает о себе, о своей жизни постоянно. Ох, как мне тяжело. Значит, вера в невежестве. Невежество означает, что счастья никакого не будет. Вот смотрите, когда человек постоянно о себе думает, он всегда несчастный. Почему? Потому что он зацикливается на себе, счастья нет. Хотя бы обмен энергии с машиной должен быть. Хотя бы с машиной. Все в машину лучше стало. Поехали. Ну как-то классно жить уже, все. Или в квартиру зашел в свою, вот твоя вера. Ну лучше уже. С кем-то обмен должен быть. Хотя бы с предметами. Вера в человека, как бы, если счастье есть в отношении. Вера в человека. Ну классно. Ты обменишь энергию, тебе хорошо. Но когда у близкого человека плохо, судьба хуже стала, тебе очень плохо будет. Почему? Потому что ты на этом зацикливан, твоя вера. Значит, вера в Бога означает святость. Всегда даю счастье. Святость никогда не бывает не святостью. Она всегда святость. Ну я думаю, вера, да? Ну сейчас судьба, но он проявил, что есть 250, есть вера, в которые выходит. Здесь страны, вот, да? Есть вера, есть это как нового поколения. Это очень много выбора. Я уже так теряю. Оди, как много холостых на улицах сараван. Оди, как много холостых, а я люблю женатого. Понимаете? Вы почему теряете? Потому что вы не изучали такие. Все говорят об одном, но по-разному, потому что у всех свои вкусы. Допустим, китайцы живут по-китайски, но тоже живут, живут по-китайски. Они едят палочками, там у них свое. Но по-китайски. По-нашему, допустим, мама звучит как китайский мэмэ, а по-английски мэмэ. У всех по-разному, да, все. Но одно и то же. Мама везде есть. Мама есть у китайцев, но она такая мэмэ, у них более тонкий язык. О грузинах вообще мама такая очень уже, другая совсем. Понимаете, то есть как бы, ну все одно и то же говорят все, но по-разному. Есть разные вкусы жизни, они формируют нации, веры, разные вкусы жизни есть. И это называется то, что надо выбрать. Человек должен выбрать свой вкус жизни и жить этим вкусом. Но выбрать трудно, я согласен с вами. Но вы когда выберете путь думать о том, как в других местах. Китайцы по-китайски говорят, я по-английски, а я русский. Я могу, конечно, впендриваться и говорить, малая. Но я русский все равно. Я, конечно, могу выпендриться вообще перед судьбой и стать англичанином. Когда в Америку приезжал, я смотрю, там русские некоторые делают вид, что они американцы. Смотришь, русский, морда русская. Но, да, идет в американский все равно. Ну ладно, твои проблемы. Да? Так нужно и включать разум вопросы, нет? Что такое секта тогда? Давайте опять это все изучается. Кто такое секта? Это означает, что нет разума. Поэтому надо сначала сформировать разум, а потом выбирать. С разума не выберешь. Включать разум, иначе не будут веры. Разума, вера без разума это сентимент просто и все. Это фанатизм. Фанатизм, что значит? Нет веры. Что такое секта? Секта, это когда религиозная формация критикует другие религиозные течения и считает, что только так можно. Вот только так и больше никак. Это значит секта. Вот к Богу можно прийти только через нашу веру. Это секта. Она приходит к вражде всегда. Когда человеку к Богу можно прийти только так, значит все остальное это плохо и мы должны с этим сражаться. Есть два способа. Первый способ идеологически сражаться. Второй способ убивать. И то и другое секта. И секта есть во всех верах. Если взять, допустим, какую-то веру. Там есть секта, есть не секта. Чаще всего. Почему? Потому что секта означает незрелые верующие. Верты говорят, что есть три типа верующих. Первый верующие это начинающие верующие или верующие материалисты. Они фанатики все. Все незрелые люди в вере фанатики. Они ведут себя как всегда. Они говорят только наше, другого нет и все прочее. Дальше. Средний уровень зрелости веры. Верующий человек признает другие веры. Признает. Но как бы считает, что только в моей вере можно развиться полностью. Возвышенный человек верит. Видит Бога во всех верах. Он развивается в своей вере, но при этом признает другие. И он вообще не враждует ни с кем. У него сердце свободно от вражды, зависти и злобы. Все. Три категории верующих. Если вы имеете отношение в для вас старшей высшей категории, у вас не будут никогда вражды с другими верными. Он будет вам говорить, двигайся в этой вере, но никого не осуждаю. Дальше. Второе. Если у вас средний уровень, старший, то он будет вам говорить, везде хорошо, но у нас лучше. Никого не практикуй, не осуждай, но знай, что у нас лучше. Если верующий низшего класса вам попался, он говорит, только у нас хорошо, все остальные козлы их надо стрелять. Вот и все, разберитесь с этим вопросом. Но во всех религиозных течениях развито сформировано. А как определить развитое религиозное течение? Нет. Несколько есть критерий. Первый критерий. Священное писание, которое привело многих людей к совершенству. Это священное писание должно быть проверено временем. Священное писание только временем проверяется. В Библии осталось две тысячи лет, ничего с ней не произошло. Веды остались две тысячи лет. Коран остался полторы тысячи лет. И так далее. Вера означает много. Больше тысячи лет точно остается священное писание. С ней ничего не происходит. Значит, это стабильно. Не будет проблем. Значит, это правильное священное писание. Оно имеет силу. Связь с Богом. Как определить, что есть связь с Богом? Есть святость, есть связь с Богом. Нет святости? Если, допустим, мусульман святости. Есть или нет? Пожалуйста, изучайте. Возьмите жизнь святых мусульман. Посмотрите, святые или нет. Как они себя велик. Есть православная святость? Пожалуйста, жизнь святых людей православных возьмите, почитайте. Понимаете? То есть, есть святость, есть Бог. Допустим, если кто-то православный, допустим, человек скажет. В католиках нет святости. Хорошо. Тогда кто такая Мать Тереза? Это святой человек или нет? Если святой, тогда есть святость у католиках. Понимаете? То есть, видите, все изучается. Человек не должен быть сентименталистом. Он должен основывать свою жизнь на изучении. Понимаете? Вера не означает сентиментализм. Вера основывается на знаниях. Запомните это всегда. Знания. То есть, сформируют веру. Если человек не имеет знания, у него нет веры. Он будет метаться туда-сюда. В это поверил, потом раз в другое поверил. Опять в это поверил. Нет знания, нет веры. Просто метание и фанатизм. Это такой отвлеченный вопрос. Но важно, потому что мы должны понять, на чем семья основывается. Если у вас в семье нет принципов никаких, значит, нет семьи. Она развалится очень быстро. Сегодня мы любим друг друга. Смотрите, как действует судьба у человека. Это объясняет, как действует судьба. Она непостоянная. У человека сегодня такая судьба, завтра она может поменяться. У человека сегодня ко мне тянет, завтра может потянуть к кому-то другому. На этом не надо основывать свою жизнь. Допустим, мы как... Смотрите, где вида брака? Брак благости, брак страсти, брак невежести. Брак благости, повенчасти или там еще как-то. А духовно осветили свой брак. Не помешает еще раз писать, чтобы в социуме также было поддержка. Духовно осветили свой брак. Наставники защищают брак, религиозная среда защищает. Сильная защита. Сильная. Ты видишь в этом? Ты идешь в этой среде, живешь. Тебе говорят, будешь разводиться, до свидания. Боишься, не хочешь так терять. Живешь в семье. Проходит плохой период судьбы. И опять все возвращается назад. Человека тянул, куда-то он терпел. Потом прошло это время и опять вернулись. А? Ум – это жизнь. Ум – это любовь, допустим. Это чувства, эмоции. То есть зачем нужна любовь? Чтобы было счастье. Допустим, когда человека потянуло куда-то, это разум или нет? Он влюбился. Это разум? Нет. Это просто чувства. Чувства нужны, чтобы жить. Разум для чего нужен? Чтобы контролировать жизнь. Разум. Не можно только, нельзя только одним разумом жить. Только одним разумом жить – это же спухая жизнь. Не говори, вы просто размышляли. Жена подходит тебе и говорит, ты меня любишь? Мне нравится в тебе, что ты имеешь красивые глаза, ты красишься хорошо. Я делаю заключение, что я тебя люблю. Она говорит, слушай, ты меня любишь или нет вообще? Она про чувства говорит. Он говорит, согласно законам Священных Писаний люблю, потому что я тебе не изменяю. Я верю, как бы к тебе верно отношусь. Я всегда за тебя молюсь. Нет, ну ты любишь меня или нет? Она про чувства говорит. А он говорит про деятельность разума. С одним разумом невозможно жить. Разум не дает человеку любовь. Он ее держит в рамках определенных, ведет куда-то любовь. Но без ума жить невозможно. Ум – это чувства, это лечение человека, привязанность и так далее. Без этого невозможно жить. Человек должен иметь ум и должен иметь разум. Все это передлетается вместе и получается хорошая жизнь, счастливая. Некоторые люди сильно разум-разум. У них четство сердца. Но они принципы знают в жизни. Это хорошо. Они должны развивать сердце. Некоторые люди имеют сердечное, как у нее такие сердечные люди. Но разума нет. Сегодня с тобой сердечный завтрак с другим сердечным. Да? Тоже не совсем. Надо развивать разум. У кого-то перевешивает ум, у кого-то разум. Если чувства перевешивают, надо развивать разум. Разум перевешивает, развивает чувства. Но должна быть гармония. Между умом разума должна быть гармония. Какая-то гармония должна быть. Нужна семья человеку или нет? Зачем? 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 Б� wont. Зачем путешь теперь тем, как можно сделать сердце. Зачем?